Какие-то штучки есть? Исма, привет, дорогой. Я в Москве, я рада, а я изолирована, я не выхожу никуда. Привет из Украины, Украина. Здрасте. Вера Фрост Лауфан. Привет. Где реснички? Там, где и всё. Всё, натуральная красота. Голова как яичко, потому что я очень умная. Карантин проходит нормально, спокойно. Когда новый выпуск, Фрост Хуиди не посоветуют. Буквально ближайший день-два. Вечер в хат. Вова, братишка. Так, соскучившая посестрёнка. Исма, я тоже, дорогой, соскучилась, но, увы и ах. Как похудела, всю жизнь была худая, был период один, когда я раскабанела. Где буду делать маникюр? Не буду делать маникюр. У меня, слава богу, руки не из жопы выросли, поэтому я заказала себе в Сифория лаки для ногтей, сушку для ногтей и пилочки. Поэтому буду делать сама. Я рада, что я могу ухаживать за собой, потому что многие девочки, блять, у многих девочек руки и жопы выросли. Поэтому я абсолютно спокойна в плане ухода. Всё, вообще спокойненько. Бочка Шанель, это у меня тумбочка, я заказывала очень давно, не помню. Скороводник Александр. Добрый вечер, сладкая... шладкая девушка. Добрый вечер, шладкий мужчина. Ты у нас самая сама и вы у меня. Спасибо, Исма, дорогой. Рада. Спасибо. Спасибо. Спать ложусь каждый раз по-разному. Примерно в 2-3 ночи. Всегда шторно выглядит. Беспокоит Николай, Украина. Здрасте. Когда новые опростки мне не посоветуют, то день-два. День-два сделаю. Привет, несравненно с Валерией. Едем в Махачкалу. Да, конечно! Спасибо, нет, Махачкалу без меня пока. Спокойно, дома сейчас волосы красят, анирую ногти, анирую руки и жопу. У меня волосы свой цвет натуральный. В каких-то косметологических процедурах я не нуждаюсь. Что касается маникюра, педикюра, сама в состоянии всё это сделать, поэтому спокойно. Выходи, я подъехала в мафию брать. Да, конечно, я с тобой никуда не поеду. Ты ходишь с людьми, контактируешь. Кто собаку... В самом интернете читайте. Просто мне скинули видеоролик, и я... А что с эфиром про проблемы в отношениях? Это не эфир, это были выпуски, Фросхудни не посоветуют. Которые были добавлены на мою страницу. Они есть. Хэппи, ну что такое? На тебе. Пластиковые губы. Я не покупаю пластиковые губы. Я губ уже года два не касаюсь. Как думаешь, кем вы с маммаски? Бля, Исланы тоже здесь, что ли? Вы, конечно, бешеные. В такой ситуации, блин, ехать сюда. Всем привет, привет, привет. Уже я докатилась до того, что я захожу все-таки, блин, захожу в этот эфир. Я же тут... Да я уже поняла, что тут, в Сочи были. Бейджик это... Это блокадор вируса. Что, Макс? А, блин. У меня просто общение пришло, я думала, а ты насчет прямо у эфира спрашиваешь. А, вот. Выпали... Почему у меня должны выпать волосы? У меня охеренные волосы, и... Я сейчас в домашних условиях... И, кстати, я буду еще в домашних условиях снимать нарученные волосы сама, поэтому... Поэтому, в принципе, я... У меня волосы своя длина, свои густые. Вот это мои волосы. Вот это вот. Вот это вот. Вот это вот. Вот это все мои волосы. И они очень густые и крутые. Губы у вас ужасные. Идите нахер отсюда. Что делаешь дома? Мне сегодня привезли беговую дорожку. Но я ее еще не распаковывала. Вирус от пудрила мозги, это бред. Ну, блядь, знаете, когда у меня люди знакомые живут, лежат в коммунарке, то это не бред. Поэтому если вы здесь распространяете херню, то я вас блокирую. А вот. Обняла, родная, береги себя. Спасибо, родной. И тебя, и ты себя береги. Вот. И что я там говорила? А касательно... Я уже забыла, о чем я говорила, короче. Лера Ракета Исма. Обняла. Собачку покажи. Ну, сейчас. Иван, кстати, я его сейчас скупаю, еще буду подстригать. Смотрите на этого. Ну, это... Это мой тигр. Тигр. Мой братан тигр. 24 на 7. Тигр. 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 Как вести себя застенчивыми парнями? Ну, ты человека либо принимаешь, либо нет, такой какой он есть. А, вот еще они. О, смотрите, у меня вся живность в Боре. Тигр. Тигр. Мой. 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 А, 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 а. А, ты меня так любишь. Ты меня так любишь. Что за блокадار вируса? Ну, типа, что заблокируют. Но я не знаю. Собачка вторая. У меня нет второй собачки. У меня есть одна собачка. Вот она. Вот она собака. это мой близкий чем пользуется дома ничего особенного такого ухода какого-то нет все элементарно все все такое в магазина нет не выхожу самая любимая подруга лера из здраво хадисов привет когда все закончится я думаю не раньше осени прямо не стыдно матом выражаться я во первых одна дома в трех если теоретически моя мама смотрит прямой эфир я того что говорю слово пиздец хорошую дочерью не становлюсь поэтому знаете это моё личное дело 26 лет говорить матом или нет а мама привет чего там все продезинфицировали холодильник да и всем затарила очень давно скучно дома нет мне всегда самой собой очень комфортно как дорога отлично все хорошо все классно сижу на пляжу красиво забыли да его надо причесать причесать так тёща нет здесь макс тёща в киеве как же ты можешь матюкаться мама вот блять не знаю как я могу матюкаться понимаешь блин влад ну понимаешь вот но не идеально маме привет спасибо тёте за такую сестру спасибо дорогой каха бухаешь вот и хотя бы ладно там ты мой близкий ты хоть не пиши гадости лад тут достаточно тех кто без тебя напишет гадость ты мой пёздик пёздик мой пёздик как же ты не идеально ладно вот так вот какая есть не мне тебе говорит это тоже у нас не пальцем деланы как сейчас у меня мама подумает что я тут это пухаю я думаю ты особенная мама я особенная но не идеальная понимаешь ройл ройл вот он мой тигр еще один тигр знаете как он вырос противный такой ты можешь нормальный быть а так ладно идем дальше заведешь нас а спасибо дорогой а животных что заведу ли были ой была бы моя воля я бы вообще всех животных себе забрала бы добрая ночь привет украины украина здрасте 2 такой кабанчик солда он вообще такой слон ну хэппи ну иди тебя обниму иди 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 да ревну ты ревну ты есть парень мое сердце запито скажем так маме это мне 26 вам 46 сядь красиво улыбайся салам братан домой никого я не пускаю нет собачка это видео которое я выставила собака нашла дорогу сама и этот скажите и жена этого парня забрала его слава богу собака все хорошо ногти супер ну я просто мне как-то могло хватило сделать нейтралку вот но я лаки заказала пилки поэтому я буду сама себе делать минипюр волосы сниму и буду еще больше отращивать хотя у меня длина такая же вот где мои волосы вот мои волосы ну то есть вот мама меня родила у меня мама замуж вышла в 20 лет собственно я родилась в 20 лет вес не знаю где-то 56 веро 176 гляньте директ просим помощи для меня а вы мне скинули я поняла информацию я добавлю я поняла эскортница блядь ну уже приведите тех кто меня ебал за деньги ну уже задолбали вы этими разговорами уже либо по факту либо уже блядь не пиздите а за волосы отрастила где-то за год до полтора наверно у меня ленточная ленточная и чуть-чуть капсулы я сама буду снимать я закажу себе этот спрей для снятия волосы и сниму сцена на все руки мастер я вас умоляю в гороскопе я стрелец а а не зря я тебя в жену рассматриваю слушай слушай с коровника я тебя умоляю в жену а ты думаешь я тебя в мужья рассматриваю? ты кем работаешь? Лера Фрос я работаю я люблю стрелочки о может стрелки приделать мои любимые классно мы тебя очень любим я вас тоже люблю так Лера просто едешь на машине человек которого нет дома просит руку помощи чем ты ему поможешь хороший вопрос я чем помогу то что я помощь предложу это факт вопрос что нужно человеку вот я однозначно предложу руку помощь если я буду видеть что человек нуждается в помощи смотря что ему нужно если я буду видеть что это алкаш который просит денег я не дам если я буду видеть что человек правда что парни которые на видео задержали что он находился на ну вот ребята в интернете не хочу еще прокомментировать продам номер Леры телефон за 10 тысяч писать Сука Хабанов ты чё обалдел номер мы продавать кстати я кована в идее не знаешь сколько номеров всех телефонов продавать вот это ты мне идейку подкинул слушай как прям смотри без этого photoshop даже может выглядеть ребяток это я еще чуть-чуть подкрасилась когда я умыта я вообще ребеночек что он ухо это ну хоть ты как он как ребенок понимать его на руках не держишь он этот а он ту марию а я не хочу я замуж за тебя уже вторую идею я твою идею твою держу потому что тот момент который мы с тобой обсуждали он воздухе висит из-за карантина он будет осенью дай бог все разрулится я буду все так же делать то что мы с тобой разговаривали и потом бау если чё тебе откат сколько из-за карантина на стену не в данный момент а покажи пса он не пес он щеночек мой ну иди 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 я обниму тебя иди процент хорошо хаванов договоримся распилим очень позитивная удача так хорошенькая поехали поехали и куда поехали дык 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 тусить собралась а вы я смотрю шутница фокин привет мой дорогой привет женька женька на ты в лохматике он допадет а я ему стрижку что вы понимали видео потому что у него волосы вот так торчали ты же просился ты можешь сесть нормально хэппи а ну сядь по-человечески сядь нормально все сядь и сиди хочешь так мама боишься рожать слушайте ну родить розетка куда привертили перевертили за что и рожать и это такая история забеременеть не спи да я не вижу все саж вопрос от кого родить когда родить как подготовиться знаете это очень серьезный момент он похож на взрослого мудреца будто из мультика я готов тебе с этим помочь с детьми жень ты не один кто мне хочет с этим помочь но я-то знаю что у тебя детки хорошие получаются поэтому уже не имею ввиду что на карантине делаешь чем развлекаешь себя да самой собой себя развлекаю а вам хоть весело втроем да мне самой собой весело вам больше скажу за собаку сердце теперь болит она улица нет и она нашла нашла по дорогу домой и жена этого парня лавла виду и она домой нашла дорогу обратно и жена этого парня забрала собаку домой я сама я рыдала сегодня у меня просто слезы градом текли про уход по волосам понтин правее не рекламу просто обычный понтин на помыла и иногда уснула с мокрой головы иногда высушила вообще никакого специального ухода нет у меня свои волосы очень хорошие от природы вот и поэтому вот так женой давно забила карантин не для таких как лера она вольнолюбный человек она вольнолюбивый человек слушайте вы знаете я благодарна пиздецу в котором я находилась да не будем упоминать название этого проекта вот я через полный месяц была на сейшела ну то есть для кого-то сейчас это будет казаться это рай на земле на самом деле это не так это очень сложные условия на самом деле когда ты там работаешь 24 на 7 жаре и психологической давки блять и ты делаешь какие-то вещи которые ты не хочешь делать да допустим ну грубо говоря там не знаю это постоянно негатив постоянно херня блять поверьте мне мне лучше отсидеться год дома с самой собой чем с долбоёбами я сидела четыре с половиной месяца поэтому для меня это абсолютно нормально то что я сегодня сижу дома и готова просидеть еще не неделю не месяц и не два то есть я спокойно к этому отношусь абсолютно у меня есть когда я знаю ради чего я что-то делаю у меня выдержка колоссальная то есть я понимаю что окей если я сейчас пересижу не знаю плохо мне неплохо хотя я себя комфортно чувствую самой собой вот и у меня нет такого что блять мне тут надо там куда-то там надо посидеть я посижу сколько надо то есть я вообще спокойно в этом плане продукты я закупилась ребят мне кажется на года два вперед ты не с кем ты не с кем не общаешься то пиздеца нет ни с кем ну то есть я как бы нормальных отношениях там с некоторыми но не более того а так смотрелась тоже запчак комиссаром это приезжает и не трэш почему я просто чуть больше знаю чем вы поэтому я не знаю не соглашусь что это трэш комиссар это очень крутой как по мне . чувак почему многие говорят что там так ладно давайте сейчас не об этом не об этом пиздеце что будешь выкладывать на инстаграм старые фотографии закончится слушайте у меня есть много идей я у меня есть много моментов которые хочу запечатлеть и я просто не хочу сейчас блять сейчас у нас кому не зайдешь на страницу у нас одни спортом занимаются одни блять кушать готовят а третьи кушают и спортом занимаются параллельно поэтому 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 как бы я не хочу блять сейчас участок волна пошла блять одни поварихи и спортсменки поэтому я сейчас добавляю я сейчас мысленно путешествую вот поэтому поэтому вот так вот если закончится архива архива у меня до хера и больше вот я начну не есть чё сфотка чё отснять чё придумать а чего у тебя больше одежды на выход или домашних пижам одежды на выход потому что думаю я обычно хожу голая так так Сосоя, вы так меня комментируетесь постоянно, я все вижу, что вы мне в директ пишите, такое ощущение, что вы пытаетесь за мной приударить. Так ли это? Какая любимая страна? Давайте по городам. По городам... Дубай, Париж. И... ну и Москва, вот эти три мои любимые города в мире. Нет, еще Одессу я очень люблю. Ходишь вообще без ничего? Нет, блядь, с ниточкой на попе. Я у себя дома хожу голая. Если не Москва, где бы хотела жить? В Париже. Ты куришь, да, я курю. Хэппи, ну ты же у меня был на руках, ну че ты опять? Спасибо, так люблю, люблю, спасибо большое. Молочинка Собчак и мнение изменила. Она стала более приятным человеком, думающим, без всякого лишнего эпатажа. Ребят, никогда не судите человека по картинке телевизора. Вот это все небо и земля с реальностью. Сигаретами тоже закупилась, если за ними уходишь. У меня пять блоков. Помирилась ли я с... Я еще, я когда прекращаю общение, я его прекращаю навсегда. У меня нет такого, что я с кем-то ругаюсь. У меня нет такого. Я прекращаю общение с человеком, значит, все. Зачем так неестественно крем лишь крем лишь физионом, еди нахать. Гречка закупилась и гречка тоже. Начала курить 18 лет. У Тайкоса уже говорила. Война будет. Я лучше промочу. Сходи за сишками, хочешь же покурить, почему не идешь? Ребята, вы о чем говорите? Я, блядь, серьезно подошла к этой ситуации. Сейчас в отношениях. А ты в отношениях? Скажи свое мнение. А хули толк от того, что я скажу свое мнение? Дела нехорошие. Расшифровывать, о чем я говорю, сейчас бессмысленно, потому что сколько людей, сколько людей, столько мнений. Собака любит на руках сидеть. Просто я несчастлива, что я наконец-то дома уже с ними практически месяц. У меня со спиной проблемы до сих пор еще серьезно. У меня спина, я на валике с колючками лежу периодически, потому что у меня 10 лет я со спиной мучаюсь. Вот. И что я хотела сказать? Хэппи, вот, и Хэппи постоянно со мной. Ну, то есть он спит со мной, я только ложусь, он сразу брыг на бочок и спит со мной. Насчет своего мнения об Айкос я уже говорила, это вреднее, чем сигарет. Куришь в квартире, у меня выдержка очень крутая, которая вообще все нейтрализует. Без мата не можешь говорить? Нам хочется мне говорить с матом, говорю с матом, не хочу, не говорю. Хаванов, давай с тобой выйдем в эфир? Хаванов, ну покажи, давай. Че ты умничай в комментариях, мастер? А, ну подключайся срочно. На колючках, да, больно, на самом деле, очень-очень-очень больновато, потому что Хаванов, ну не будь этим, трусом. Вот, очень неприятная тема на колючках лежать, оно прям такое кровообращение, видимо, улучшается и прям такое, прям уж горит у тебя, все. Все, Хаванов отключаю. О, когда уже выберемся? Слушай, дорогой, я думаю, я не выберусь, я пока вся эта тема не притихнет, я ни ногой никуда. Надо стволы покупать, а не гречку, а кто сказал, что у меня ствола у меня? Ха-ха-ха. А ее друг чеченец. Знаешь, всем надо гречку покупать, не гречку, а стволы, а ты пишешь, а у нее друг чеченец. Почему так боишься заразиться? Да я не боюсь заразиться, слушайте, у меня вообще есть предположение, что я уже переболела, когда я очень жестко кашляла, поэтому я просто прошу, точнее, я соблюдаю те нормы, которые просят элементарно врачи, потому что я вижу те видео, при которых люди, блядь, работают 2-4 на 7. Я не хочу, чтобы из-за того, из таких дураков, допустим, как шашлычники наши, у людей прибавлялось работы. Зачем? Я не боюсь самого вируса, мне похер на этот вирус. Я просто понимаю, на какие деньги ты живешь, где работаешь, слушайте, ребята, Лера и Фрост, работаю, денег, слава богу, и все в порядке. Ты единственный человек, у которого я сижу в эфирах, от начала до конца, чудесный человек, спасибо, спасибо. Где сладкоричевый негодяй, Алик, почему нет на собрании? А на собрании его нет, потому что он у нас, кстати, надо тебя добавить в группу, у нас же группа своя есть в WhatsApp, и там все собрания у нас происходят. Ты неверно так боишься искусственного риса? Ребят, мы сегодня целый день в группе спорили на тему этого вируса, что, откуда, я понимаю в голову, что это не от мыши пошло. Я знаю там более какие-то глубокие подробности, но я не считаю нужным сейчас это обсуждать, потому что это очень долгая история. Почему тогда меня нет на собрании? Дорогой, скажи Алику, пусть он тебя в группу добавит. Напиши ему просто, я сейчас не хочу из эфира выходить. Так, что делать с женатым Лерчик? Да ничего хорошего тебя не ждет. Вообще с женатыми нельзя никакой связи иметь, потому что, знаете, всю жизнь бумерангл. Так как он с тобой гуляет от своей жены, так он будет от тебя гулять другой. Вот и все. Все просто. Со спиной у меня 5-6 позвонки смещены, и у меня зажимаются нервы. У меня по всей спине очень сильная боль. Постоянно, много лет, уже 10 лет, и мучаюсь. Но вариант такой либо оперировать с позвонки, либо терпеть. Я тебя люблю, потому что я не хочу в позвонки лезть. Очень рада видеть тебя с Пайси. Очки. Лер, тебе такие-то по голове или не пишут? Надо куда-то правильно общаться, а души плечом. Я, ну, я, ну, что же делать? Ну, не всем же быть такими умными, как-то. За продуктами нет, я не хожу в магазин. Я не выхожу из квартиры вообще. Вот, что провели, Валера, огонь. Не могу с вами не согласиться. Собака. Собака вон у меня на полу. А я помню, какой у тебя был кашель и так далее. Да, у меня очень, у меня вот, сейчас я просто читаю симптомы. У меня было 99, 100 и 100 даже, не 99. У меня были полностью все симптомы, все признаки. Температура скачущая от 35 и 5 до 38, 9. И этот сумасшедший кашель, который не брал никакой сироп, никакие антибиотики. Это состояние, когда я просто просыпалась, после длины очень горяченная. Просто бреду и там ползла по стенкам и к туалету. Вот, поэтому, я думаю, что уже раньше вся эта водня началась, просто мы не знали об этом. К собаку выгуливаю. Хэппи у меня все приучено на пеленку ходить, то есть рентген легких нет, я не делала. Слушайте, ребят, я знаю, что у меня все заебись было, есть и будет, поэтому идти делать рентген какой-то не хочу. Вот, и хоть у меня приучено на пеленку ходить, но я думаю, вообще, в связи с ситуацией, вот. Симптомы у меня были в феврале, еще до того, когда вознявся это началась. И многие, у меня многие знакомые, многие, там, и потом другие люди уже потом выплывали, выплывала информация. Касательно того, что вот как раз февраль такой был жесткий, вот, жесткий, и вот как раз, вот, видимо, это раньше началось. Я думаю, что уже, уже я переболела, но я не тешу себя иллюзиями в том, что, ну, в плане у меня, что у меня выработался иммунитет, и то, что я блокирую на хрумниках. Держишь 14 дней на карантин, потому что общалась с людьми, которые заболели, просто самоизоляция. Ребят, я еще на самоизоляции еще до того, как началось все это. Я уже четвертая неделя у меня пошла, когда я не выхожу из дома. Единственный момент был, когда я закупилась продуктами, это еще до самоизоляции. И вот там, может, дней 5-6 назад я в банке ложила наличку на карту для того, чтобы отправить их. Вот, все. Вот, поэтому я, у меня, я же говорю, жесткая была ситуация в феврале, потому что в конце января прилетела с Мальдива. Хуй его знает, как оно было и что это, потому что в тот период болели все. В февраль месяц мои все знакомые переболели, мы все переболели. Я помню, у всех какие-то странные были очень жесткие состояния, поэтому, поэтому кто его знает, что это было. Было это то, что у всех, либо это было другое, поэтому. Лечилась я как? У меня, то есть я очень хреновый человек в плане того, что я никогда не пью таблетки. То есть я не, у меня, у меня сейчас, подождите, заблокируют, пидорасик всякий. Вот, я никогда не соблюдаю, у меня есть такая тема, у меня нет соблюдения каких-то правил, я не пью четко там таблетки, либо даже когда я болею, я забываю пить таблетки. Вот, и в этот раз я проснулась с температурой 38,6, посреди ночи вообще ничего не предвещало беды. 14 февраля мы погуляли, 15-го я просыпаюсь, у меня было на день рождения ехать. Я просыпаюсь, у меня 38,6, я в коматозе просто в жестком, вот, я не понимаю, что со мной. И у меня очень жесткая температура, очень жесткое состояние. И я резко понимаю, что, пиздец, мне, я начинаю пить антибиотики 5 дней. Ну, хотя говорят, что при этой херне, при короне, антибиотики только во вред идут. Но я, ну, я начала пить эти антибиотики сразу, с первого дня сразу же. Пропила антибиотики, но мне легче не становилось. Я сбивала тупо температуру, у меня был кашель, который вот здесь вот сидел. Он, ну, как бы, непонятно где он, у меня четко вот здесь сидел. И я его откашливала, откашивала, он, сука, ну, ничего я не могла с ним сделать. И мы не лечат. Я думаю, просто, послушайте, мы не знаем, чем это лечится и лечится ли вообще. Вот, поэтому, и потом у меня был очень сухой кашель, который я перепила все сиропы, мне ничего не помогало. Температура у меня не сбивалась. То есть, грубо говоря, неделю-две я с кровати не вставала. Вот, и, получается, потом я начала делать ингаляцию небулайзером. Вот, и небулайзером вот я подышала, и мне на чуть-чуть, на чуть-чуть становилось легче. Вот, и потом как-то мне пиздец, пиздец, пиздец. Как раз начинается эта возня вся в мире, вот, и каким-то образом он резко у меня пропал, этот кашель. Вот, поэтому я не знаю, что это было. Такое чувство, что про меня рассказываешь. Ну вот, и у меня, причем у меня очень многие знакомы, было один в один то, что рассказываю я. То есть, температура, вот эти скачки, вот этот кашель, который вот здесь вот сидит, коматозное состояние, жесткая слабость. Ну, то есть, непонятно, понимаете. Мы сейчас никто не сможет определить, касательно того, что было это в февраль, январь. У меня просто реально многие переболели, поэтому, мать на мать, иди нахуй. Когда температура, нельзя же делать ингаляции. Я сбивала температуру этими порошками, сбиваю температуру, дышала. Так, сдать вес на антитела, и понятно. Да, слушайте, нахер мне, я сейчас сижу, жива-здорова, поэтому мне сейчас, давайте, я сейчас контору какую-то себе вызову на дом, чтобы они у меня антитела, блядь, проверяли. Слушайте, я живее всех живых. В небулайзер я добавляла пульмикор, по-моему, такие штучки называются, смешала с боржоми, и чередовала с лазалваном. Лазалван он лайтовый, вот лучше всего мне помогал пульмикор. Пульмикор ты, или пульмикор, я не помню, как он называется. Доброго вечера, вы крутая очередь, во всех ракушах полюбила вас как личность со времен, когда гиены. А, господи, там гиена, блядь, еще главнее была, блядь, в этой связке вообще. У меня было так же, и тоже в феврале температура ночи появилась, нет, ниоткуда. Ну вот, поэтому мы не узнаем, когда вся эта война началась, и что это такое. Так, когда к чему трёх, все дети рассуждают, что это было. Так, тоже блокируются, блядь, тут не уменьшили, трёх или не трёх, люди спросили, я ответила. Ну вот, поэтому такая вот история была. А, так, что там в группе у нас происходит? Квартира, квартира, машина, семья, личная жизнь, это моё личное. А, любимый фильм? Ну, у меня нет прям такого любимого-любимого. Я очень люблю советские фильмы, я очень люблю «Москва, слезам не верят», очень люблю «Кореннабаб». Вот эти фильмы, да, я могу сказать, что-то они из моих любимых. Блазер можно в пользу, если здесь температура или нет. Но я тоже, кстати, не поняла, в чём вопрос, но я чётко, я просто помню, что я сбивала температуру для того, чтобы мне было легче. Так, ну ладно, давайте поговорим об этом, всё. Как думаешь, не продлят каникулы? Да, ребят, вы что думаете, реально вас сейчас, блядь, выпустят через времечко какое-то? Какая разница, насколько объявляют карантин? Ну, это никакие не каникулы. У вас очень мощный стержень, да, я знаю. Блядь, посмотрите статистику, каждый день плюс 600-700 человек. 500-600-700 человек. Вы думаете, блядь, из-за того, что вам официально объявят там, что карантин закончен, что-то изменится? Ну, блин, ну вы что угодите? Вы есть статистика обычная, которая, блядь, плюс-плюс-плюс-плюс-плюс. Вы о чём говорите? Что за, блядь, тупые вопросы? Как вы думаете, прекратится? Нет, не прекратится. Будешь, блядь, сидеть ещё долго и счастливо. Надо дезинфекцию, я вам в одиночку, знаете, бить в одиночку, это хреновая тема. Дерзкая, крутая. Ну, да, дело не в крутости и не в дерзности, просто. Про собаку-то историю, если у нас ещё есть какие-то новости. Ребят, какие новости? Читайте, что происходит, и всё. Каникулы пролили. Да какие это, ребят, каникулы, ну, блядь, я тут, от перестановки слагаемых сумма не меняется. Ну, поймите, ситуация реально серьёзная. Реально серьёзная ситуация, которая требует долгого решения. Это, в лучшем случае, чтобы косы не управились. Котик поживает хорошо, всё в порядке, уже вырос большой. Фильм из сериала, пожалуйста, сериал, я посоветую Содержанке, первый, второй сезон, мне очень нравится. Прям конкретно про московскую эту жизнь, которая окружает нас. Учится не будет до сентября тупицы, ну, наверное, ставит. Чем ты занимаешься над себя, ты самоизоляешься по-разному. Отвоему общение с друзьями, какие-то домашние дела, буду подключать спорт, читаю, что-то смотрю, интервьюшки всякие смотрю. Ты пьёшь какие-то витамины, посоветуй, да, я пью, у меня комплекс витаминов от А до Цинка, потом у меня Супрадин есть. Ну, у меня Супрадин, ну, как в Саше такие идут, вот, поэтому. Ну, по Белоруссии. Ну, как бы, больше похоже за родителей на папку. В сентябре успешно, возможно. Да, она долгая история. Самый бедобашенный поступок. Пьяная на Сейшелах переплывала океан ночью. А, вот, Лера, вы просто лучшие. Подблагодарю вас, футболиста, ссори. Спасибо. Классный сериал «Содержанки», но второй сезон закончился, не на ночь. У нас же будет третий сезон. Логично. Если выпустить, когда вам будет связаться с этим событием. Какие-либо иностранные языки. Ну, так, Литл Би. Лера, ты настоящая, живая, так держась, дает тебя уважаю, всегда спасибо. Если карантин не продлят до конца мая, начнется вести, как джеда. А какая устаревшая у вас шутка? Моя родитель, моя мама в Киеве живет, куда херлугат. Куришь в квартире, у меня вытяжка очень крутая, которая все дезинфицирует и вытягивает. Не дезинфицирует, а вытягивает весь запах. 26. Катуировок в 13. Кофе или чай? Да выпила я уже кофе и чай. А в день? Ну, я не знаю, я не считаю, сколько. Мне кажется, я начала больше курить из-за того, что дома сижу. Дома сама убираешься или клининг, я еще раз говорю, я к себе домой не поставлю никого. Ну ты и фру... Кимулария, давайте подключим. Кто такая из наших тусов? В нашей тусе нет мышей, потому что мы коты. Когда мы, блядь, в нашу тусовку, в нашу компанию никого мы не пускаем. Так, Кимулария, сейчас мы тебя подключим. Ну ты, Кимулария. Здоров, просто здоров. Здоров, Кимулария. Черт, как ты? Ничего, в самоизоляции ты как. А че ты... Ты скажи, ты на эфире первого канала когда был? Недели две назад. А, да? Ну, просто я же отказалась. Лишь звонили, я же не пошла. Я уже знаешь, сколько сижу? Больше трех недель дома. Я тоже. Я вот вышел туда, но и то я вышел, потому что... Я был там рядом, и я вышел вообще из дома в этот день, и они мне позвонили, когда я был в городе, я не дома был. Я был в маске, я был септиком, я был в перчатках, то есть... Я видела твоё обмундирование всё. Ты, блядь, как будто захватывать мир шёл. Не, ну не смешно на самом деле. Да, это жесть. Что, у тебя тоже всё прикрывалось или всё закрыто? Я обшел не буду. Кимулария – один из самых известных адвокатов города Москвы. Ой, ладно, 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 я ещё прокраснею. Так ты уже красный сидишь. Кстати, я тебя сегодня не увидела. Да, надо увидеться. Куда я на самоизоляции ни с кем не вижусь? В Кимуларии? Нет, в смысле... Вообще в смысле? Ну, когда закончится, смысл. А ты думаешь, когда это закончится? Зная тебя, твоё отношение к правительству, ты в прямом эфире не скажешь. Я думаю, что... Что Владимир Владимирович всё решит в кратчайшие сроки. Россия – сила. Да, я в этом уверен. И в Кимуларии – это классика твоего ответа. Не, на самом деле борьба жёсткая идёт, реально жёсткая, потому что это беспрецедентный случай, то, что сейчас происходит. Такого никогда не было. Чтобы вот так вот карантин и всё закрылось, такого не было никогда. А что ты скажешь насчёт того, что на Пасху людей не будет, когда будет огонь благодарным? Что ты на эту тему скажешь? Ну, ты знаешь, я как бы отношусь к этому вопросу таким образом, что чем меньше людей сегодня будет на улице, тем лучше будет для этих людей. Конечно, понятно, это святой праздник, и надо его отпраздновать, но я думаю, что это можно сделать дома. И в связи с этой обстановкой надо повременить, потому что, не дай бог... Вот я, например, из дома почему не выхожу? Я из дома не выхожу, потому что я боюсь заразить родителей. Родителей, да... Я не выхожу, извини, перебью, Давид, я не выхожу точно так же, потому что моя мама находится за тысячи километров, если со мной какой-то пиздец, извините за мой французский, произойдёт, я понимаю, какое состояние будет у неё. Я не боюсь сама лично этого всего, мне чё? Я тоже не боюсь, но ты знаешь, вот я вчера видел, не вчера, когда, дня четыре я был у врача назад, причём такого врача очень серьёзного, и у него, он главврач, он не просто врач, он главврач, и он, значит, увидел меня в маске, и надо мной ржал, то есть реально прям смеялся и говорил, типа, ты очень сильно, как бы, себя настраиваешь на это, на всё не так, всё плохо и так далее. Вчера он мне звонит в панике, говорит, Давид, я увидел, результаты МРТ одного человека, а я причём пришёл, я ему маску подарил, этот респиратор, говорит, да ладно. А у него, наверное, добрый вечер с лёгкими, да? И он говорит, да, действительно, вот по этим путям воздушно-капельным, действительно попадает, действительно, человек, то есть это его уже знакомый, который... Ну вот, Давид, вот мне сейчас пишут, а вы не думаете, что вас зомбируют? У меня лично, реально мои знакомые, у меня один на... У меня уже нет, у меня там уже много людей, у знакомых лежит в коммунарке, один из них лежал в реанимации, с Хуршевеля прилетел. Подожди, а, слушай, наши с тобой общие друзья, которые, ну, с неземным, что связаны? Ну, они там остались, они не в Москве. Они ничего, как бы, не подхватили? Ну, я не знаю, насколько я знаю, нормально. Я не знаю. Потому что они же, я когда, я виделся с ним, вот, незадолго до этого всего, в Лемаре, ты поняла, да, с кем? И он мне говорила, это было, да, это было числа 6 марта. То, что в Хурше они были? Вот он был в Москве и должен был куда-то улететь, как раз вот 8 марта. В Хурше все были, в Хурше все были, сидят, ну, то есть они не в Москве, не буду говорить просто в эфире где, ну, то есть не в Москве, нормально же, мы здоровы. Но другие из Хурша, кто прилетели, я же говорю, один из, там, ну, это не скажу, что мой, там, близкий друг, это, как бы, ну, блядь, привет-привет. Вот. И в реанимации, с двух сторонним восприняем легкий, конкретно после Хурша, и сейчас уже, как выясняется, еще не признавался, когда приехала скорая, что он был за границей и заразил врача, и врач сейчас с короной лежит, ну, короче, там целая история, и вообще, возможно, уголовка, потому что он не признался в том, что он прилетел из Хурша. Вот. И когда мне пишут, понимаешь, в прямом эфире люди, что ты не думаешь, что это все фигня? Когда я знаю реалии, понимаешь, и когда мне такое пишут, ну, как бы. Слушай, а где твой товарищ, которого я видел в Ройл-Арбате, то что? Давай не в прямом эфире, отдельная история. Нет, просто нормально все у тебя? У меня всегда все хорошо. Я только вот это хотел от тебя услышать. Ты знаешь, как и Мария, лично, а не публично. В прямом эфире ничего не говорит. Не, я просто хотел услышать, что все хорошо. Когда у меня было все плохо? Нет, ты знаешь, когда у меня было все плохо. Когда мы с тобой сидели, и я говорила, что кисоки море, кисдейшн. Вот тогда было плохо. А так всегда все четко. Да, тоже плохо не было. Был хороший опыт все равно. Ну да. Есть чего-то вспомнить. Как-то, знаешь, попроще к этому ко всему надо относиться, и тогда жизнь сама будет по себе легче. Ну да. Я тебя, кстати, очень рада видеть, реально. Я тебя тоже просто... Я не смог мимо пройти твоего эфира и не написать из дороги. А что ты говоришь? А что ты говоришь? Серьезно? А ты знаешь, что это? Мне же письма доходят с определенных... Вот. Что-то он надеется, что все-таки летом он как бы сюда, но в связи с ситуацией, я думаю, вряд ли. Я не думаю. Я тоже. Ну, конечно, дай бог, но... Слушай, этот... Вот этот... Подруга его, да, которая вот это все... Она бьет вообще во все колокола. Я знаю, мне звонили, пусть говорят, я знаю. Ну, тогда же, по тем временам, мне же звонили, я же не знаю. Это просто какой-то... Он мне на институт тоже писал, кстати. А он письма какие? Прям письменные, да? Нет, 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 не письма. Мне девочка из Беларуси, она фоткает сами письма и мне через WhatsApp кидает. Я пишу текстом WhatsApp, она уже как-то там хер знает как, не знаю. Вот. Ну, как бы очень хреновая ситуация там. Я, конечно, я же говорю, ну, все равно не мразь конченая. Я к нему очень хорошо, мне плохого ничего не сделал, вот. Но он, конечно, в надежде, но я думаю, вряд ли. Слушай, мне в этой ситуации больше всего жалко это родителей. Ой, слушай, Давид. Давай я не хочу в прямом эфире ничего говорить. Нет, ну просто пережить такое дважды. Послушай, подожди, Давид, когда произошел пиздец, когда у меня были варианты, что можно как-то там порешать, когда я сама лично приезжала к родителям, он сейчас говорит, что он вообще не в курсе, что ему даже родители слова не сказали, хотя там был вариант порешать. Он, ну... Нет, ну, вообще он странный мужик. Ну, понятно. Он странный мужик, он со странностями. Ну, все равно, не знаю. Короче, гуляю я по лесу, жарю шашлыки. Я надеюсь, не там, где все шашлыки жарили? Не-не, у меня же... Потому что я во дворе у себя, я в самоизоляции, то есть я вот съездил быстренько в Мироторг, все купил, приехал. Можешь себе позволить в Мироторге-то отовариваться. Ой, слушай, как будто это... Бахетле. Это не то, что я, понимаешь, все в магните, да в магните. Ты это, давай не прибедняйся просто. Ватсап и вайбер, ты слышали? Не, не слышали, а что такое ватсап? А что такое? Ты что, на шопу поговоришь? Что у тебя ватсапа с этим... Ты дома сидишь, да? Что ты делаешь с вами делами? Я читаю много. Я много читаю, очень много заказала книжек, мне попривозили. Я читаю, я смотрю разные интервьюшки. Я смотрю, ну, типа, знаешь, сериалы, киношки, как бы я спокойна. Я, типа, что-то полезное. Мне интересно такое просто смотреть. Я не люблю там смотреть. Ну, то есть... Я содержанок 2-2 сезона посмотрела. Это ладно, про московскую эту движуху, все окей. Вот, а так я смотрю какие-то полезные вещи. Общаюсь с мамой, общаюсь с друзьями. Заказала себе беговую дорожку, сегодня мне ее привезли. Вот. Но она пока стоит не разобранная. Я не знаю, сколько она еще про стоит не разобранную. О, Эд здесь. Кто? Эд зашел. Ну, мой товарищ. Слушай, а Эд... Ты, я думаю, нет. Подожди, все пишут, что ты забыл рассказать эту историю про шашлыки. А, да. В общем, я научился. Я вообще никогда в жизни не жарил шашлыки. То есть, всегда кто-то этим занимался, но не я, потому что я всегда, ну, боялся. Специально обученные люди, может, позволить себе. Нет, ну, я всегда боялся, знаешь, испортить мясо, потому что все сидят, ждут, и ты сейчас даже приведешь либо пересушеное, либо недожареное, либо такое, либо такое. Знает, в салоне была. А, да! Помнишь, на Кутузовском салоне мы снимали? Да. Вот, это Эд, хозяин салона. А, Эд, привет. Кимуария, как с этим успешным адвокатом? Надо быть Кимуарией. Это все, ребята, этот спорт. Это очень сложный путь, на самом деле. Тогда расскажи за шашлыки, подожди, ты уже ушел опять. Хорошо, и этот, и, значит, сегодня сижу, а у меня мама, папа, значит, дома. Думаю, хочу им сделать приятное. Надо научиться. Значит, зашел туда, в YouTube посмотрел, туда зашел, сюда зашел. Все, вроде как понял. Поехал быстренько в магазин, купил мясо, купил чевапчичи. Очень вкусно. Я когда-нибудь кушал чевапчичи? Конечно, которые такие в сальце сверху. Нет, это такая шашечка и сверху. Сверху таким обмотанную, да, конечно. Нет, она не обмотана. Ну, бывает обмотанная. Я обмотанная ела. Но я поняла, типа, такие пиндюрки. Тосиска. Да. Ну, необычная. И решил, значит, картошку запечь, овощи запечь, чевапчичи сделать, мясо пожарить и что-то еще я делал. А, и маринад сделал. Короче, получилась реально такая бомба. Книжки маларио всем идут на пользу. Понимаешь? Ты же шашлыки научился жарить. Я книжки начала так сильно читать. Все идет не зря. Я, на самом деле, я сегодня как-то еще и стараюсь читать. А сейчас, что, времени-то много. А как твой проект в клетке с Фрост? В клетке с Фрост, ну, как? У нас на кону уже было с Амираном запланировано интервью. Мы ждали, когда Емельяненко перед боем прилетит. Перед боем с Исмаилом прилетит в Москву. Он как раз прилетал. Я просто с Сашей, мы на связи. Вот Емельяненко у нас был и Амиран запланирован. И в итоге все, получается, объявляют эту вся историю. Точнее, даже еще не объявлялась. Я просто уже поняла, чтобы лучше не рыпаться. Вот и все. И тормознулось. Плюс у меня еще одно дело очень важное стало. Но это потом я тебе отдельно расскажу. Я просто еще один момент свой запускать должна была. Вот, вот, вот. У меня уже все на руках, все уже готово. Плюс я пошла учиться в Останкино для того, чтобы мне выговориться, чтобы этот акцент в Украине, я-то знаю, как бы так, пиздеть, я мастер, да? Но акцент, он никуда, никуда он не девается. Ну, как бы... У тебя нету акцента? Ну, нет, Давид, если говорить о каком-то там глобальном, да, моменте, все равно нужно выговориться. Прям, чтобы Карл украл, Карл украл, Карл украл, Карл украл, нет, понимаешь? Чтобы выговорить, там все четко было. Я пошла учиться, я возобновила тренировки, у меня только все четко-четко-четко пошло и на. Давид, спрашивай, у нас есть вторая половинка? Да, вот Лера просто. Моя за. Мое. Для нее у меня отдельное место в сердце есть. Только для нее. С левой стороны не все. Ужас. Че ужас? Че ужасно? Да это же мои. Слушай. Да? Слушай, а Дом 2 снимается сейчас? Вообще не знаешь? Да, они, блядь, не победили. Ну, у меня там есть, на этот счет тоже там пару дней, но планку сократили. Ну, не-не-не, я не ногой в этот пиздец. Там другая мне идея есть. Женись тогда. Вы знаете, мы с Лерой обдумаем ваши пожелания. Предложения. Да. Лера, нам с тобой жениться предлагают. Лера, мы с тобой. Ну, а чушь это бывает. Я-то знаю, что ты меня тайно улюбила. Ты тебе все скажешь. Привет из Крыма. Хочется тепла. Ну, у вас намного теплее, чем у нас. Что-то я сегодня прям во двор вышел, оделся так, это, серьезно. Шарф сделал, грудь закрыл. Прямо так, серьезно. Не, я же не буду вообще по этому. Лера, скучаю больше сторис. А я смотрю, ты фотки выставляешь. Ты прямо... А я путешествую онлайн. Архив просто весь открыл. Я же говорю, я путешествую онлайн. Я уже за эти двое суток была в Париже, в Дубае, в Барселоне, в Таиланде. Я путешествую во времени, понимаешь? Вот, поэтому я решила поднять архивы. Картинка красивая, чего уж. Раз не можем путешествовать сейчас в реале, поэтому добавляем, что есть. Вот. Ну, она была на Доме-2, но она оттуда ушла, у нее впечатления не те, которые она ожидала. Нет, я даже эту тему не развиваю, потому что, блядь, каждый раз говорит, что я пришла уже Лерой Фроста со ста 30 тысяч подписчиков и с именем, как бы, знаешь, и каждый раз это тоже обсуждать, поэтому бессмысленно. Мы с Лерой, мы с Лерой, думаю, вдвоем пойти на Дом-2. Как парой заселиться в Доме, да? На Сейшелы или куда-нибудь там на Бали. Ты муаря, ты лучше уж на Мальдивы. Кемуаря, ну ответь. Да я не знаю, к вам ответить, но много надо для этого трудиться. Много надо иметь терпения, потому что ты очень часто хочешь сказать противоборствующим сторонам, что ты о них думаешь. И надо много иметь знаний для того, чтобы с ними как-то вот бороться, потому что они автоматически все против тебя сразу, изначально настроены. Тебе нужны железные аргументы для того, чтобы с ними бодаться. Что ты говоришь? Ты о чем говоришь, не пойму. Да, 20 человек уже спрашивают, как стать успешным адвокатом. А-а-а. Рассказать им.